Тему чтения этого года «Великая победа. Наследие и наследники» определила сама жизнь. Предстоящий 2020 год – год 75-летия победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Это символ уникального характера русского народа, духа патриотизма и высоких моральных качеств. Уверен, что региональный этап рождественских образовательных чтений Ростовской епархии пройдет в высшей степени заинтересованно, откроет новые практики в нашей совместной работе, внесет в существенный флаг гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения смолян. 2 декабря городской дом культуры города Рославля стал площадкой для конструктивного диалога в сфере вопросов образования, просвещения и воспитания подрастающего поколения. Мероприятие объединило представителей власти региона, духовенства, педагогического сообщества. Наследие этой победы – это и есть состояние внутреннего духовного мира человека. За особые заслуги в наставническом труде были награждены преподаватели региона. Так, впервые утвержденную в 2019 году премию «Сеятель знаний на Неву народную» получила Виктория Винокурова, учителя средней школы номер 3 города Десногорска. Архиерейская грамота также вручена представителю Десногорска. За результаты в духовно-нравственном воспитании молодежи награждена Татьяна Токарева, председатель комитета по образованию муниципалитета. Ярким финалом мероприятия стало выступление театра «Авангард» руководителя Виктории Винокуровой. Коллектив из Десногорска представил трогательную и глубокую постановку о жизненном пути Елизаветы Юрьевны Скобцовой, российской монахине, участнице французского сопротивления. «Сама острая тоска за всю мою жизнь была именно тогда, и душе хотелось подвига». Важным результатом чтений стало подписание соглашений о просветительской работе. Десногорск – один из девяти муниципалитетов, тем самым официально подтвердил свою готовность и дальше пропагандировать культуру патриотизма, воспитания молодежи. Оно между кем и кем заключено? Между Рословской епархией, Русской Православной Церкви и Администрацией муниципального образования города Десногорска. Суть этого соглашения в совместной работе нашей Рословской и Десногорской епархии с Администрацией муниципального образования в области культуры, образования, духовно-просветительского воспитания нашей молодежи. По окончании мероприятия участниками чтений была принята резолюция. Согласно которой, подобная практика духовно-нравственных семинаров будет продолжена.